На нашем канале уже есть два видео про фильмы для фотографов. Там я рассказывал про художественное кино, а в этом ролике расскажу про документальное. Итак, сегодня на Слайламе документальные фильмы для фотографов. Рождённые в борделях Рождённые в борделях удивительная документалка, у которой есть полезное действие, борьба с трудностями и дух гуманизма. В индийской Калькутте, в районе Красных Фонарей, вне закона живут поколения людей. Сферы их деятельности ограничены самыми маргинальными занятиями. В подростковом возрасте свои карьеры начинают преступники и проститутки. В эту среду вторгается небольшая съёмочная группа с Занной Бриски во главе. Авторам документалки удаётся немного ассимилироваться, что позволяет им, чужакам, как-то взаимодействовать с местными. Бриски организует фотокружок, набрав в него десяток местных детей. Дети увлекаются процессом, что в итоге выливается в попытки привлечь средства для экзотических талантливых ребят и девчат, отправить их учиться и вырвать из маргинальной среды. Бриски встречает немало препятствий. Бюрократические препоны, не дающие получить нелегальным детям паспорта, репутационные риски из-за использования детей-проституток для привлечения денег. Но самое главное, не так уж и благодушно настроенных родителей. Фильм показывает реальное дело. Не идеальное, местами сложно оцениваемое, но очень реальное. Редкая документалка не только показывает, но ещё и борется за результат. Рождённые в борделях именно такая. Мексиканский чемодан Мы делали выпуск истории одного фотографа о Роберте Капе, где упоминался и легендарный в узких кругах мексиканский чемодан. В 2007-м эта находка подарила нам огромное количество военных снимков 70-летней давности. В 2011-м вышла документалка, посвященная этим утерянным и найденным свидетельствам Второй мировой войны. Роберт Капа, Герда Таро и Дэвид Сеймур – авторы 4,5 тысяч негативов в чемоданах. На снимках люди, живые, раненые и мёртвые, сцены боёв и труда, и всё остальное, из чего состоит война. Фильм интересен как вешка памяти, как очередное наглядное напоминание важности истории и как эмоциональное путешествие в прошлое, откуда тянутся связи с настоящим через людей на фото и тела в земле. А сами фотографии наглядно показывают, что война везде одинаковая. Хороший, серьёзный документальный фильм. Энни Лейбовиц – жизнь, увиденная через объектив Быт крутого современного фотографа, бэкстейджи фотосессий, пара слов от десятков знаменитостей и сотня отличных портретов. В принципе, больше об этой документалке ничего и не скажешь. Для тех, кто не знает, Энни Лейбовиц – одна из самых влиятельных современных фотографов. С крайне высокой вероятностью вы видели как минимум десяток ее снимков знаменитостей. И, разумеется, она – обязательный элемент любого списка лучших женщин-фотографов. Фильм про Лейбовиц получился максимально профессиональным. Немного биографии, щедрые комментарии звезд, ложечка грустняшки и много-много-много роскошных фотосессий. Фильм выставляет Лейбовиц как супервумен с камерой. И, судя по ее биографии, имеет на это полное право. Смотрится легко, держит высокий темп и, в принципе, похож на полнометражку от MTV. Очень весело и профессионально. Соль. Соль – это полчаса ровного горизонта. Если захотите улететь на Марс в одиночестве, сгоняйте сперва на недельку в Австралию, на Солончак, озеро Эйр, где ничего не происходит от горизонта до горизонта с другой стороны. Свежие следы пересекают прошлогодние, восход отлепляется от горизонта, телефон как-то ловит настоящий мир, а воспоминание о том, что вчера на небе еще были облака, подсказывает, что время еще не совсем остановилось. Хоть ты аниме снимай. Но фотограф Мюррей Фредерикс снял симпатичную документалку без особых претензий. Фильм – чистая атмосфера. Автор, он же герой, он же муж и отец людей на той стороне телефона, катится на велосипеде с прицепом, живет в палатке и, по сути, ведет видеоблог, который в 2009-м называли фильмами. Кроме горизонта, любоваться можно на миражи, таймлапсированные звезды и любовное раскладывание крупноформатного фотоаппарата. А в конце зрителя дополнительно радуют красивыми фотографиями горизонта. Военный фотограф. Такая документалка должна была появиться. Военная – одно из самых романтизированных направлений документальной фотографии. Фильм рассказывает про американского фотографа Джеймса Нахтвея. Нахтвей – здесь и рассказчик, и главный герой, и оператор, и, конечно, фотограф. Документалка неоднозначная как по содержанию, так и по подаче. С одной стороны, она рассказывает о мрачных деталях войн под гудящую музыку. И с этим сложно спорить, ничего веселого в конкретных документальных кадрах нет, а наблюдение за человеческими трагедиями однозначно задает тон фильму. Восхищает смелость и преданность делу Нахтвея и людей рядом с ним, которые рискуют жизнью, выполняя боевые задачи. С другой стороны, тут есть вставки с коллегами главного героя. Они дополняют историю, добавляют штрихов в портрет фотографа или описывают социально-исторический контекст событий фильма. А иногда описывают героя на манер очень качественного бренда. Все эти разговорные вставки скрадывают гуманистическую атмосферу, из раза в раз напоминая, что это все не про людей и их трагедии. Скорее про профессионалов, эти трагедии собирающих, фильтрующих и отбирающих наиболее подходящие им. И хоть моральная сторона заработка на страданиях людей в фильме рассматривается, вся эта надстройка над непосредственно военной фотографией, которой занят Нахтвой, как будто даже вредит фильму. Как будто еще чуть-чуть маркетинга и подзабудешь, насколько полезным делом заняты журналисты, освещающие реальность войны на самом честном человеческом уровне. Соль земли Это максимально эстетская документалка о бразильском фотографе Себастьяне Салгаду. Описывать ее хочется высоким слогом, чего я постараюсь не допустить. В контексте подборки фильмов про фотографов самое важное, что Соль земли – фильм очень фотографический. Фотографии занимают большую часть хронометража. Они здесь и есть основная иллюстрация, иногда прерываемая на документальные съемки, в которых кто-то третий добавляет деталей. По сути, фильм – это череда фото проектов с рассказом о них, которые странно переплетаются с кусочками биографии Салгаду и довольно настойчивым морализаторством. Содержание фотографий очень радикально. Голод, засухи, болезни, массовые убийства – не задеть такие серии не могут. Автор обвиняет человечество, и его точка зрения не лишена выразительных черно-белых аргументов. Ну и, разумеется, у фильма множество наград. После агрессивной обвинительной кампании авторы показывают лес. К посадке которого приложил руку Салгаду. Фотограф любовно демонстрирует растущие деревья, жучков-паучков и на этом завершает. К финалу возникает больше всего вопросов – так можно ли жить, когда в Африке люди умирают от голода, или это безнравственно? Весь фильм утверждает второе, но заканчивает почему-то на первом. Но пусть посыл не совсем ясен – десятков великолепных кадров у соли земли не отнять. Ради отличных снимков посмотреть точно стоит. Технические документалки Отдельные категории идут разнообразные шоу формата «Как это сделано», полурекламные видео фото-компаний о своих технологиях и производстве, научпоп-материалы обо всем связанном со съемкой и тому подобное. Таких видео огромное количество, множество есть прямо на ютюбе по запросу «How имя бренда Made» и любым другим в таком духе. Есть множество интереснейших материалов со съемками реальных заводов, красивой графикой и рассказами, почему технологии конкретного бренда невероятны, а кунг-фу сильнее. Список составить сложно, но очень рекомендуем потратить вечерок на гугление по предложенному запросу и просмотр красивых объяснений от мастеров маркетинговой обертки над реальными продуктами. Это интересно и поднимает уровень понимания того, из чего устроена фототехника и что у нее под капотом батарейного блока или крышки крепления. А на сегодня все. Спасибо вам, наши патроны, за поддержку канала. А если вы еще не патрон, но любите Слайламу, присоединяйтесь. У нас нет рекламы и вашей поддержки мы всегда радуемся. Прямо как вы радуетесь нашим видео. Субтитры сделал DimaTorzok